Ну шо, пацаны, как вам новые БР? Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас обзор новых БРов. Вы это видели? Да, он уже был. Но я все еще хочу было болеть на камеру. Вот. Очень странные новые БРы. Потому что что? Постараюсь кратко и по интересным местам. Зачем-то два одинаковых танка разнесли на разные БРы. При этом Т1, который находится выше по БРу, имеет более слабый двигатель. Имеет большую массу. И у него медленнее ворочается башня. Если чисто на бумаге смотреть. Зачем мы его сюда поставили, непонятно. Все першники подняли. Не забыли про Джамбика. Джамбиков тоже воткнули повыше. Теперь Джамбик видит всякие СУ-152-54. Его будут чаще пробивать. Дальше у нас что? В Германии зачем-то приравняли Тигра Порше и Тигра Хеншеля. При этом как бы явно, что Тигр Порше слабее. Потому что у него башня вообще картонная. 100 мм по лбу и шьется с любого тычка в лоб. Также подняли Пантер с Тиграми. Теперь все это смесло на 6.0. Но этот Пантер остался на 5.3. Но у него ладно, спасибо, башня медленная. Хоть там оставили. Зачем-то подняли Тигра на 6.0. Ну, видимо, туда же к Джамбикам. У Советов имбу подняли с 2.3 на 2.7. Да, в принципе, она как имбовала, так и будет имбовать. Зачем-то вот ЗИС-5 КВ-шку подняли на 4.7. Зачем? Ну, ладно. Ну, ей будет некомфортно. КВ-шки 85-й в росте себя нормально будут чувствовать. Дальше семейство ИС-ов подняли все. ИС-1 подняли, ИС-2 подняли. ИС-2 с 44-го года тоже зачем подняли. Они себя от этого комфортнее чувствовать не станут. Это вот болезненные места. Зачем их надо было трогать? Не, в принципе, учитывая, что поднимают всех, окей. Но зачем поднимают всех? Вы что, от чего хотите отделить? Я пока что, честно, не понимаю. Как бы была логика, когда они поднимали все вот это семейство Леопердов, Мардеров с 7.3 на 8.0, чтобы отделить ломы от Великой Отечественной Войны. Вот, в этом была какая-то логика. Но сейчас, что от чего отделяют, я не понимаю. Они, походу, не трогали конвая. Я сейчас смотрю на этот список, реально. Они про него забыли. Вы серьезно? Вы оставили его на 7.0? А за что? Че? Я спокойно бы конвая по-прежнему бы приравнял его к ИСу. Понерфили? Зачем? Что? Он имбовал на 2.7? Вы серьезно? Это Черчилль. Все, что называется Черчилль, то херня полная. И, как бы, это не исключение. Это просто эпогеи бесполезности Черчилля. Его еще поднимают на 3.0, чтобы что? Непанатно. Загадка, загадка. Когда поднимали ИСов, им добавили новый снаряд, который пробивает... Так, нет, ему ИСу. Вот этому ИСу добавили новый снаряд, который пробивает 230 ССА 3-го. Ага, еще ИС 6-й подняли на 7.7. Чего? Кого? ИС 3 на 7.3? Ну, ИС 3 на 7... Я остался вопросом, почему ИС 3 и ИС 6 на разных БРах? Ну, ладно, окей. 7.3 и 7.7. Ну, ИС 6-й подняли на 7.7. Серьезно, зачем? Ну, ладно. Допустим. Как ему там жить? Ему снаряд-то дали вообще? Замена этого на 230 пробоя-то? У него ж не было этого снаряда. А, ну, дали пробую хотя бы на 230. Спасибо на этом. Также приятная мелочь. У пушек М-36, которая вроде как называется, да? А, нет, М-3. Вру. У снаряда основного каморника М-82 подняли скорость полета. Будет приятнее стрелять, что приятно. Из интересного в авиации, представьте себе, Виверна наконец-то подняли. Чуть-чуть, но подняли. Что-то почувствовали, да? Что она будет на 4.0. Подняли чуть-чуть на 4.3, чтобы не так сильно бомбило. У игроков, наверное, не знаю. Но на 4.3 все еще себя прекрасно чувствует. Ничего особо не изменилось. Что еще есть примечательного? Батчатов. Подняли батчата. Подняли Unwork. Уже давно поднимали. Подняли Samoa SM. Подняли Amix вот этот вот с 90-мм. Зачем? Ладно, Samoa, окей. Там снаряд все пробивает. Но зачем трогать 90-мм французские, которые ничего не пробивают? И у них нет вообще, в принципе, пробивающего снаряда? Жить на 7.7 с пробоем в 200? Мммм. Вкусно. Ну и также приятным бонусом ХЭСки, топоры, которые имеют на своем борту 75-мм пушку. И вот этот с подвесной тридцаткой. И МБР снизили. Ну, пускай и снизят, как бы. От этого его не перестанут брать высокие рейтинги и пытаться ваншотить более тяжелые машины. Также личная боль. Мой сетап с Centurion на 6.3 переехал на 6.7. Так что теперь эта мега имбовая приятная машина будет обитать на 6.7. В принципе, ей без разницы. Вот. Но просто обидно. Да и Джамбика моего любимого тоже подняли. Сетапы съезжают. А, зато, зато теперь можно будет брать Хелкота и Кобру Кинга в один сетап. Хм, тогда может быть не так уж и плохо. Любопытно, любопытно. Хелкот-то остался на 5.7, а я люблю Хелкот. В общем, суть в том, что разрабы что-то от чего-то отделяют. Но если в прошлом ребалансе было понятно, что от чего, то тут они как будто бы оставили без комментариев в новостях. Да еще и новость почему-то вышла позже, чем патч. Я думаю, они там соберут фидбэк на форуме, что-то еще изменят. А оказывается, это мысли были финальные и просто они дотянули еще больше нерфов. Вот. Возможно, где-то в аналог форума они там написали, что, зачем и почему они меняют. Но пока что... Вот в этом ребалансе у меня куча вопросов. Некоторые машины прям будут сильнее страдать такие, как С-2, а некоторые просто возникают вопросы, почему их вообще разделили. Что касается это М6 и С-Т-1 и Тигра второго, Хеншель и Порше. Зачем им выставлять такие БР, непонятно. Ну, а на этом все. Счастья, здоровья. Пока-пока. Продолжение следует...